Ну что же, добро пожаловать на точку роста. Здравствуйте, добрый вечер. У нас первое занятие из семи. Это продолжение сезона. Я рад видеть всех, кто был на прошлом сезоне или позапрошлом сезоне, или всех тех, кто хочет поучаствовать в точке роста. На самом деле точка роста является прекрасным следствием сезона, когда вы сможете увидеть именно на практике исправление ошибок. Потому что информация – это хорошо, информирование – это хорошо. Многие, к сожалению, относятся очень посредственно к практике работы с недопущениями. И именно эта посредственность отвечает на их вопрос, почему им до сих пор может быть как-то тревожно и напряженно. Потому что невозможно залезть на ёлку, не уколоб задницу. И почему-то у людей иногда, так сказать, бывает представление о том, что чтобы избавиться от привычки тревожного расстройства, надо что-то послушать. Здесь большая проблема, она заключается в том, что тревожное расстройство – это ваше хрукотворение. Это творение вас, это творение вашего отношения, это творение вашего… Я уже больше не буду добавлять скайп никого на сегодня. Это творение ваших, скажем так, требований, ожиданий, недопущений ваших выборов. И когда ко мне в группу, например, вот после сезона пришли ребята, и там есть три человека в двух группах, которые сказали… Ну и они проиллюстрировали примерно средний портрет. Я смотрела, но не до конца и не начала делать, потому что… И я вам сразу могу сказать, что вот такой подход, он… У меня всё время возникает вопрос, а что вы хотите тогда, да? Если вы хотите научиться управлять эмоциями, это навык, да? И этот навык можно описать как навык сначала видеть, как происходит механика создания эмоционального состояния, а затем в эту механику мы вносим изменения. Я напоминаю, что механика – это событие, которое происходит. Этим событием могут быть кинотеатры, воспоминания прошлого, интерпретация настоящего или взгляд, так называемое, будущее. Сам по себе субстрат для мозга, который вызывает эмоциональную обреакцию – это мысли и образы. Именно на мысли и образы реагирует мозг, а не на пистолет у виска, потому что пистолет у виска мозгом не считывается. Это не сканер таможенный, а в сканере зашита программа, которая сканирует предметы. Плёсик ставим, кто понимает. Это в таможенном сканере записана такая сложная программа, которая сканирует определённые предметы и выдаёт, что это лежит. И она умеет отличать, например, пистолет от дезодоранта, винтовки и так далее. А у нашего мозга нет такой программы. Мозг не умеет воспринимать предметы таким образом. Он воспринимает предметы, сверяясь с вашей оценочной картой. Всем это понятно. И если в вашей оценочной карте пистолет в данном ситуации интерпретируется как угроза, то именно образ угрозы и причинно-следственная связь, почему это опасно, выдаётся головному мозгу. Головный мозг даёт дальше сигналы эндокринной системе, мышечной системе, сердечно-сосудистой системе. Ну и пошло-поехало. Соответственно, чтобы прийти в тревожное расстройство и чтобы его удерживать, требуются определённые мысли и образы. Это касается и УКР, это касается и ипохондрии, это касается и панического состояния расстройства, это касается депрессии психогенной, это касается множества-множества тревожных, коморбитных тревожных расстройств. Соответственно, думать о том, что вы должны что-то прочитать, пройти какой-то марафон, что-то понять, и избавиться от собственной привычки создавать себе повышенную тревогу и дистресс, это наивно. Да, действительно, многие мои подписчики получают облегчение путём просмотра видео. Это особенно касается новичков, когда мы говорим о базовых основах панических атак и вегетсосудистых, они вообще неврозы в целом. В целом, им почему помогает? Не потому, что не вылечились. Есть, конечно, ребята, которые почему-то говорят о том, что там кто-то избавился, любимое слово. Но на самом деле мы можем говорить слово облегчение. Когда человек понял, что оказывается, панические атаки – это не приступы, что оказывается, паническая атака – это самоиспуг, оказывается, что мы просто привыкаем себя пугать, мы показываем схемы, по которым мы привыкаем себя пугать. Это схема либо первичная, либо вторичная схема ожидания. Это схема закона Ньютона, в кавычках, где мы избегаем контакта с паникой и вегетатикой. По этим всем избегающим поведенческим механизмам формируется условный рефлекс, с которым надо работать. Вот одно понимание только этого уже даёт определённое понимание пациентам и облегчение, что оказывается, я не умираю, оказывается, просто есть такая штука. Но вторым этапом – это поведенческие упражнения, потому что понимать-то рефлекс и привычку можно, но пока вы начнёте чистить зубы левой рукой, мало что получится. Поэтому многие останавливаются на этапе понимания, но не приходят к этапу поведенческих упражнений. Многие люди приходят к этапу поведенческих упражнений, получают ещё большее облегчение, и дальше возникает самое забавное. У них всё равно присутствует тревога и напряжение под тем или иным функциональным, вегетативным и прочим проявлением. И это связано с тем, что проявление неврозов или симптоматичное проявление, функциональное проявление неврозов не является проблемой, оно является следствием. Соответственно, вегетативное напряжение, самотревожность, стимуляция сердечно-сосудистой системы, стимуляция мышечного каркаса, так сказать, корсета, стимуляция кишечника и стимуляция всех органов и систем, которые мы называем дисфункцией временной обратимой, это и есть определение невроза, это является следствием. Но базовая причина – это эмоциональный фон, причём хронический. То есть, чтобы иметь тревожное расстройство, нужно иметь хронический тревожный фон, а уже потом тревожное расстройство. Плюс к этому нужно иметь хронический паттерн мышления, как вы создаёте это, и хронический паттерн поведения, как вы это подкрепляете. Всем понятно? Соответственно, не разобравшись в этих паттернах мышления и паттернах поведения, не разобравшись в этих обстоятельствах досконально, мы не можем внести изменения в эти паттерны мышления или поведения. Соответственно, многие люди приходят на сезон, который как раз-таки посвящён этим паттернам, он посвящён этому кинотеатру, он посвящён основе недопущения ожиданий, он посвящён основе, почему мы не ожидаем и почему мы не допускаем, Он посвящен именно трем внутренним конфликтам. И несмотря на это, люди не выполняют сами собой внутреннего диалога, не размышляют. И это можно понять. Потому что вообще на что способна психотерапия? Она способна очень на мало. И не надо делать иллюзию из психотерапии. Потому что, понимаете, нельзя привести человека в церковь или в мечеть и заставить верить или перестать верить. Плюсик ставим, кто понимает. То есть, если вы верующий человек, например, в христианство или в ислам, то что надо сделать, чтобы вы перестали верить? Аргументы не всегда для вас будут убедительны. Поэтому, когда мы говорим о верованиях, убеждениях или верованиях, когда мы говорим о таком глубоком внутреннем выборе верить, здесь возникает вся профанация психологии и уж тем более психотерапии. Точнее, психотерапия и уж тем более психология. Потому что психология вообще не изучает эту историю. Она изучает только статистику и какие-то теории. Психотерапия более-менее претендует на то, чтобы как-то изменить поведенческую и эмоциональную личность человека. И то под большим вопросом что-нибудь там с ним делают. Соответственно, чтобы заставить человека отказаться от своих недопущений, чтобы заставить человека переосмыслить смыслы, чтобы заставить человека переосмыслить природу своих реакций и базовую причину своих реакций, это очень такое, знаете ли, профанация с точки зрения психологии и психотерапии, вообще на что они способны. Да, действительно можно задать вопросы, да, действительно можно поговорить, да, действительно можно разобрать кейс, да, действительно можно постараться показать паттерны и показать новые схемы, но при всём при этом всё равно выбор останется за человеком. И есть люди, которые пытаются на ёлку сесть и задницу не уколоть, как я уже говорил сегодня. Это люди, внимание, которые пытаются сохранить старые, скажем так, взгляды и старые недопущения и при этом делают всё, чтобы им стало легче. И вот здесь начинается лебедь, рак и щука, потому что ваше тревожное состояние и вообще эмоционально дестрессивное состояние, оно коррелирует или закономерно с вашим уровнем недопущений или с тем, почему вы это так или иначе не допускаете, да. Соответственно, игнорировать работу с недопущениями и игнорировать разговор с собой, игнорировать переосмысление смыслов и ценностей, при этом ставя и декларируя задачу о том, что вы работаете над неврозом, это самообман. Вы можете год работать над неврозом, два года работать над неврозом, три, и вам не будет легче. Даже не потому, что вы что-то не так читаете или не так хотите, а правда в том, что вы сами себя обманываете. Вы пытаетесь сохранить старое, при этом создав новое. Если вы из-за вашего старого пришли к тревожному расстройству и к определенным последствиям, то сохраняя это старое, вы не создадите новое, а вы пытаетесь. Это как чемодан без ручки. Вы несете этот чемодан, вам с ним уже плохо, и этот чемодан для вас токсичный. Этот чемодан – это метафора ваших обстоятельств, ваших людей, вашего мышления, ваших убеждений, ваших ценностей, ваших взглядов, ваших принципов. Вы их все еще пытаетесь нести, оберегая, но тяжело, потому что ручки нет. И вы говорите, я вот хочу, чтобы мне было легче. А что ж ты несешь этот чемодан? Это вот та история, когда выбросить жалко и нести тяжело. И вот большинство людей с тревожными неврозами, если вы понимаете, вы специальный знак поставьте, пожалуйста, это те самые люди чемодан без ручки. Когда отпустить они не могут, переосмыслить они не хотят, а пытаются делать вид, что они занимаются терапией. Они ходят на всякие сеансы, они там посещают всякие мероприятия, рассказывают своим подружкам вечером в пятницу, что у нее терапия и так далее и тому подобное, но по факту это просто профанация. Конечно, есть люди, которые много поняли, есть люди, которые много узнали, и они что-то не понимают. Они либо что-то пропустили, либо недопоняли, либо они не знают, как с этим справиться, или у них есть какой-то затык, и для этого и создана программа «Точка роста», где мы разбираем кейсы, где сейчас будут выбраны первые два кейса, где я буду как раз-таки показывать традиционные ошибки, где я буду показывать то, как это выглядит эта ошибка. В общем, welcome. На этом я прощаюсь со зрителями YouTube. Спасибо вам большое за то, что вы все эти годы смотрите, слушаете, так сказать, подписаны, комментируете, ставите лайки, дизлайки. Но я бы хотел вам всем пожелать понять, что... Потерпите еще две минутки, пожалуйста, и мы начнем. Хорошо? Я бы хотел вам всем пожелать понять, что человек не меняется посредством психотерапии. Я вот как психотерапевт с 15-летним стажем могу сделать камин-аут такой, если хотите. Человек не меняется из-за психотерапии. Человек не меняется из-за психологии. Человек вообще меняется по очень понятным физиологическим принципам. И все, что вам продают психологи и психотерапевты, это разводка. Столетняя разводка для того, чтобы собирать деньги с тревожного несчастного населения. Это было уже много-много тысяч лет. Человек может меняться, и то, что вы называете изменениями или личностным ростом, да, так сказать. Здесь очень понятный механизм. Этот механизм называется опыт. Человек, запомните, раз навсегда меняется, только посредством опыта. По-другому физиология человека не может работать. Да, действительно, можно с помощью профессиональной психотерапии заставить человека пережить определенный опыт, и на базе этого опыта человек может принять определенные изменения, растянутые во времени. Но большинство психологии, психологов и психотерапевтов не предоставляют опыт. Они предоставляют теоретические красивые слова, которые не являются опытом. И в лучшем случае это красивая, умная речь. Даже с каким-то пониманием причины следствий, мама, папа, вы, границы, сепарация, фуяция и так далее. Но опытом это не является. Это является пересказыванием литературы и информированием. А информирование и пересказывание литературы не является терапевтическим опытом. Вот почему я все время привожу в пример моих клиентов, которые ходили на психотерапию 10 лет. Они ко мне, ко мне не ходили и полгода, и три месяца. Но им не помогало ничего. До тех пор, пока в их жизни не происходили какие-то события, на основании которых они поменялись. И никакой психолог, психотерапевт не способен причинить эти события, на основании которого поменяется человек. Человеку нужно сталкиваться с разными обстоятельствами. Человеку нужно сталкиваться с разными трудностями. Человеку нужно получать новый опыт. Это города, страны, это ошибки, расставания, встречания, решения, сожаления, разочарования, начало нового, перешагивания, переживания, новый опыт. Почему гештальт является очень хорошим действующим методом? На мой взгляд, он даже более действенный, чем когнитивно-поведенческая психотерапия в какой-то её части. Потому что гештальт как раз-таки очень хорошо предоставляет опыт проживания чувств и называния чувств. Плюс их ставим, кто понимает, о чём я. То есть, когда гештальт-специалист создаёт опыт называния и проживания чувств, это тот самый опыт, на основании которого человек действительно может что-то переосмыслить или увидеть. Когнитивно-поведенческая терапия даёт опыт скорее мышления и опыт видения определённых когнитивных связей между мышлением и поведением. Это тоже хорошо. Но этих опытов недостаточно для того, чтобы сформировать фундаментальные тектонические изменения в личности. Для того, чтобы формировать тектонические изменения в личности, эта личность должна прожить много-много лет и получить много-много опыта. Вот и вся правда. Соответственно, на что способен я, ваш покорный слуга, на что способен эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект и я, в частности, способны только на следующее. Я могу показать вам ваши ошибки. Я могу показать вам, как вы можете применять инструментарии управления эмоциями, инструментарии, которые устранят преграды, внимание, к вашему новому опыту. Надеюсь, вы теперь понимаете. То есть, я не лечу людей, потому что это обман. Я устраняю преграды на пути вашего опыта. Но если вы даже, устранив преграды с точки зрения эмоциональных реакций, отсутствия поведения, отсутствия каких-то решений, выборов, там, новые города, страны, сёла, там, мальчики, девочки, работа, мужья, жёны и так далее. Если вы не примените новый опыт в вашу жизнь, то ни о каком личностном изменении речи идти, увы, не может. Поэтому ваш покорный слуга и школа эмоционального интеллекта призваны устранять и когнитивные, и поведенческие, и эмоциональные паттерны, которые мешают вам развиваться. Но это не отменяет того, что вы должны развиваться. Надеюсь, вы это понимаете. И вот на что способна психотерапия, так это только на то, что я сказал выше. Психотерапия не меняет людей. В лучшем случае она устраняет ошибки, которые необходимы для дальнейшего роста. Человек меняется посредством опыта. Почему говорят, что человек в возрасте мудреет? Он не мудреет, потому что он психотерапию всю жизнь проходит. Он мудреет, потому что он приобретает большой опыт. Наши бабушки и дедушки почему очень часто мудрые люди? Не потому что они, знаете ли, знакомы с Фредериком Перлзом были. А потому что годы опыта дают нам определенное представление о вещах. Представление о мире. И представление о причинах и следствиях. Поэтому, но чтобы к этому опыту прийти и наслаждаться жизнью, нужно устранить поведенческие и эмоциональные ошибки. В частности, невротическое расстройство или тревожное расстройство, это указатель на то, что вы переполнены определенными перекосами и ошибками. Которые мешают вам развиваться дальше. А вы хотите. И получается, хотите вы одного результата, а ваши когнитивные и поведенческие и эмоциональные ошибки вам это не дают. Получается засор. Дисфункция. Вот, собственно говоря, вся правда про психологию и психотерапию. Поэтому, надеюсь, вы меня услышали. Очень много людей меняются посредством опыта, который с ними случился, минуя психотерапию. Это касается несчастных случаев. Это касается заболеваний реальных. Это касается потерь. Я думаю, что в каждом доме, в каждом подъезде есть человек, который получил какой-то диагноз и очень быстро обесценил все свои невротические ценности и принципы. У каждого из нас есть обстоятельства, после потери которых мы сразу переосмыслили что-то. У каждого из нас есть опыт, после которого мы поменялись. И это никак не связано с этими пинерами, которые называются психологи. Поэтому давайте не будем воздвигать психологов и психотерапевтов на какой-то странный пьедестал, которые способны на все, и они в этом очень хорошо разбираются. В идеале грамотный, талантливый психотерапевт способен исправить ошибки на пути вашего развития и опыта. Но путь вашего развития и опыта принадлежит вам. И ваш покорный услуга и школа эмоционального интеллекта сделает все, чтобы помочь каждому избавиться от их ошибок на пути его развития. Но шагать – это ваша ответственность. Благодарю за внимание.